Добрый день, задаю вопрос. Кто знает, что такое биткоин? Я знаю, что это так. Так, раз, два, три, четыре, да? Значит, по статистике на прошлый год, в России опрошенных 80% не знают, что такое биткоин. Значит, 16% что-то слышали, 4% хорошо осведомлены. В Москве 7% осведомлены. Но при этом в 2015 году в мире уже было 10 миллионов кошельков, биткоин, да? И за год проведено около 21 миллиона транзакций. Значит, кошелек, транзакции, значит, ясно, биткоин это электронная валюта. Очень много разных названий. Криптовалюта, виртуальная валюта, цифровая валюта, электронная наличность. Электронная наличность это было первое название для биткоина от ее создателя. Значит, создатель неизвестный. Неизвестный. Признался он, признался. Не признался, все равно, я последнее читал, и тот, кто признался, потом выяснил, что это не он, все равно. То есть, Сатоши Накамото в 2008 году выпустил статью. Некто, неизвестно, кто он такой. Он один, либо это группа. В статье, довольно короткая статья, в статье было описано основные идейные моменты, основные алгоритмы новой валюты, которая должна была завоевать интернет. То есть, валюты онлайновой. Возможность такой валюты обсуждалась давно, еще в прошлом веке. Основные моменты какие-то теоретические были уже разработаны. Но впервые вот так вот срослось в одной статье, в одном алгоритме. Это в 2008 году. И в 2009 году был запуск этой сети. Значит, в 2009 году запустили. Работал практически год в холостую. Просто обменивались биткоинами между собой. Типа как лайками. И в 2010 году, в мае, некто Ласлы под именем, ему захотел что-то купить. И он на форуме сказал, ребята, я хочу пиццу. Вот кто мне за биткоин пиццу обеспечит? Ну, естественно, что в магазине никто не мог. Никакая компания разноски пиццы не могла это осуществить. Но кто-то сказал, ну давай, я тебе, где у тебя ближайшая пицца, я переведу им доллары, а те сейчас привезут. И он, значит, перечислил 10 тысяч биткоинов за две пиццы в 2010 году. Это первая покупка. И в истории человечества это самые дорогие пиццы. Потому что через несколько лет, в 2013 году, через три года, был пик. Биткоин один стоил тысячу долларов. Один биткоин стоил тысячу долларов. Десять тысяч, он за десять миллионов долларов купил две пиццы. Вот. Значит, впервые, значит, в 2011 году один доллар был. В апреле 2013 года 260 долларов достигло. И к середине ноября 2013 года тысяча долларов за биткоин было. И сейчас, потом упало, сейчас вращается где-то вокруг 450. Вот на сегодня курс 442 доллара 56 центов за один биткоин. Значит, что сейчас можно? Сейчас можно оплатить множество услуг, купить что-то. Есть банкоматы, которые могут выдать наличные за биткоины. И есть биржи обменные, в которые можно обменять биткоины на любую валюту. Значит, основная идея в чем? У меня есть деньги, у него есть деньги. Я хочу поменяться. Или, скажем, нет, у меня есть деньги, я хочу передать другому человеку деньги. Раньше я должен подойти, отдать в наличные. Если мы находимся в разных городах, мне нужен посредник какой-то. Посредником должен быть нечто авторитетное, чему доверяю я и тот, который должен получить деньги. Я тому человеку не доверяю, он и не доверяет. Значит, это либо банк, я через банк ему передаю, либо какие-то службы, которые появились по переводу валют, и которые берут сумасшедшие проценты за перевод. Проценты постепенно уменьшались. Но оставалось одно. Зависимость от государства. То есть та контора, которая делает перевод денег, поскольку она функционирует в какой-то юрисдикции, на нее всегда можно давить. И надежность, конечно, есть. Но в основном это была такая, что открытость. Я знаю, кто, они знают, кто перевел, я заполняю бумажку, и кому перевел. И стояла задача такая, как наладить перевод каких-то средств от одного человека к другому человеку, так, чтобы не было ни одного посредника, не было посредника, а еще по решению неизвестно было, кто кому перевел. Полная анонимность. Полная анонимность. Хотя, там я скажу, что это не совсем так получается, но в принципе задача стояла такая. Полная децентрализация, полная анонимность. Плюс еще получилось так, что открытый код, то есть вся система, любой человек может посмотреть программный код сети биткоин, написать свою какую-то программу в дополнение, используя код биткоина, сделать некий свой сервис, ну, этим пользуются. Итак. Какую сумму можно написать, что ли? А, сейчас я расскажу. Так вот. Значит, что было положено в основу биткоина? Во-первых, количество монет, самих биткоинов, оно ограничено. И эмиссия идет. Каждый новый блок, изготовленный с транзакцией, он вводит некую сумму, новую сумму к эмиссии. То есть, изначально это было 50 долларов, потом 25, через несколько месяцев станет 12,5, эта сумма уменьшается, уменьшается, и эта сумма должна уменьшиться у нас в ноль в 2140 году. Сумма, которую получает майнер, потом скажу, кто такой майнер, который реализует сделки. Он в награду получает эту сумму, и эта сумма постоянно уменьшается. Общая сумма биткоинов, она ограничена? Ограничена. Она сейчас увеличивается, но в конечном итоге, в 2146 году, она фиксируется на 21 миллионе, кажется. Сейчас посмотрю. А как изначально она делала? Это ее производство? Значит, я рассказываю, как, в чем весь прикол. Значит, вот так, это у нас не пишет. Да, для слушателей. Я не профессионал, естественно. Вот. И рассказываю то, как я освоил это. Ну, у меня есть свой интерес, свой интерес в этой теме, поскольку я работаю тоже с IT-проектами, в которых завязаны некие событийные антологии, и они очень похожи на то, что было сделано в валюте биткоин и в алгоритме блокчейн, о котором я тоже расскажу. Поэтому я в этом заинтересован узнать это как можно больше. Значит, как мы говорили, вот раньше у нас купюра просто передавалась, да? Потом появился некий посредник, банк, да? Через который передавалась. И стояла задача передачи непосредственно от человека к человеку. Значит, есть биткоин-адрес. У каждого человека, который захочет вести операции с биткоин-аворотом, он может сгенерить себе огромное количество адресов. Какое хочешь. Адрес и ключи. Скрытый ключ и открытый ключ. Но это для криптографии, я это не буду рассказывать, как они работают. Но, в общем, у каждого пользователя биткоина есть открытый ключ, скрытый ключ, скрытый ключ. Он держит далеко-далеко спрятанным у себя на компьютере, вообще на бумажке или аппаратно запрятанным. Потому что это основной доступ. Вот. Если ты его потеряешь, то все. Вот. И открытый ключ, из него строится адрес. Вот. И, значит, у другого человека тоже есть биткоин-адрес 2. На этих адресах денег нет. То есть, как таковых счетов, как таковых вот счетов, как мы привыкли, у тебя в WebMoney или у тебя в Сбербанке или еще где. Нет. Деньги нигде не лежат. Вот. Допустим, кто-то, кто-то совершил транзакцию, транзакцию в 2 биткоина вот на этот адрес, на мой. Вот эта транзакция. То есть, ко мне они пришли. Я вижу, что на моем адресе есть 2 биткоина. Вот. И они записаны в транзакции. То есть, вообще, по сути, транзакция это вход откуда и куда. Вот. И я делаю новую транзакцию. Новую транзакцию. В качестве входа указываю предыдущую транзакцию, по которой мне пришли деньги. Биткоины. Вот. А в качестве выхода указываю адрес того, кому я хочу послать. Вот. При этом, самое что интересное, самое важное, что вот эти 2 биткоина полностью должны перейти в транзакцию. То есть, делая из транзакции новую транзакцию, я не беру отсюда ничего, половину не могу. Я должен переместить именно все 2. Но если мне нужно перевести ему только 1, в качестве еще одного выхода я указываю свой же адрес. Получаю сдачу. А исходная эта транзакция откуда? Вот первая транзакция была сделана в начале системы. Вот кто первый перевел? Нет, мы имеем в виду деньги, откуда здесь эти биткоины? А, это потом расскажу. Откуда они берутся? Я рассматриваю сейчас работу системы. То есть, по сути, получается, что система состоит из транзакций, которые каждой из каждой следует. И хранятся длиннющая цепочка транзакций. Вот сколько там миллионов транзакций, они хранятся. В них нет ни указания, кто это, только адрес есть, да, вот, и транзакция, какую следующую транзакцию перешли эти биткоины. И для того, чтобы мне выяснить, сколько у меня денег, сколько у меня биткоинов, мне нужно просто просмотреть все транзакции и увидеть, какая транзакция, из которой я никуда не перевел. то есть у меня на счету, то есть каждый раз я просчитываю, ну это элементарная программа просчитывает, то есть вот есть миллион транзакций на компьютере, у каждого лежит, кто подключается к сети, он скачивает и к себе. если это не база, база, да, у каждого есть своя база, база целиком у каждого. Я скажу так, база всех транзакций всех транзакций есть у каждого. У каждого есть, это очень важно. Да, но при этом за одним маленьким исключением, что есть сервисы, тонкие клиенты, тонкие клиенты, веб-клиенты, которые пользуются только заголовками, они хранят все. Ты можешь, в принципе, если у тебя компьютер слабенький, и если у тебя, скажем, мобильное устройство, ты можешь не скачивать все, но там есть некоторые особенности безопасности. То есть, если ты полностью работаешь, ты у себя все скачал, и твоя программа, просмотрев все транзакции, выделяет те, вот эта транзакция, пусть как я перевел, кстати, вот я неправильно нарисовал, указывается свой адрес, я указываю, да, вот здесь вот я указал свой адрес, биткоин один, да, и если эта транзакция у меня никуда не ведет, значит, у меня вот один я отдал, один у меня остался. То есть, программа посчитав, что в некой транзакции есть биткоин, который указывает на мой адрес, но дальше я никуда его не повел, значит, он мой. не понял, с практиками объясни, где мой адрес, какой квадратик. Вот, адрес, вот здесь, адрес на входе, вот, и здесь, а здесь адрес тот на выходе, а второе, адрес только на входе и на выходе, а внутри сколько ты должен, сколько переносить. транзакции, это понятно, так а ты транзакции, вот эти два, ты откуда взял? Два. А это у тебя получилось в предыдущей транзакции, мне кто-то переслал. То есть, если мне... Я обязан их переслать? Нет, они лежат, и у тебя все. То есть, если вот здесь... А я могу, или сделать, сделать сложную транзакцию, послать Петя, чтобы Петя послал Ваня? Нет, 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 можно... Я могу послать? Вот только одному человеку. Нет, или как можно? Выходов у транзакций может быть любое количество. То есть, я могу указать, Петя, Васи, но чтобы Петя к кому-то, нет. И входов, может быть, несколько тоже. Входов несколько для того, чтобы существовать сложных сделок с подтверждением, но это там сложная история. А дробную часть можно в биткоин поставить? Дробная часть, значит, называется... А пол биткоина? Значит, дробная часть, она состоит из одно... 10, в минус восьмой степени, самый маленький, вот, и носит название Сатоши. Сатоши. По имени... Ну, копейский, как бы, я можешь сказать, копейский. Хорошо, тогда вопрос. Значит, ты сначала сказал, что я могу, не могу по системе освоить, могу только все послать. Вот всю транзакцию... Нет, нет, дело в том, что у меня может много транзакций на меня пришти. Нет, но вот эта транзакция... Транзакцию всю послать могу только. То есть, где у меня есть какой-то список транзакций, которые пришли на меня. Да, есть список транзакций, которые пришли на меня. Вот есть список транзакций, которые пришли на меня. Здесь три, здесь один, да. Ты смотришь, в одной три, в другой один. Да, вот если я из них не сделал следующую транзакцию, они считаются моими. вот если я сделал транзакцию, вот скажем, вот этот вот пришел ко мне, считается как один, тут та сдача. если я сделал там... Вот вопрос, как собственно сдача-то осуществляется? Я посылаю на свой адрес назад сдачу. Эта транзакция, я сам себе посылаю сдачу. Это автоматом делается. То есть если, скажем так... Нет, я рассказываю. Вот у меня сейчас в кошельке показывается, что у меня два биткоина. И это одна транзакция, которую мне послал Вася. Вася, я хочу Пете послать один биткоин. Я из этой транзакции делаю следующую транзакцию, в которую она полностью переходит два биткоина, но в той транзакции я еще в качестве получателя указываю не только Васю, но и себя. И тогда Вася один и мне один. Ну как бы разделяю тем самым? Это сделано для того, чтобы не хранить кошелек и не хранить счет. То есть поскольку по всем транзакциям, то есть она отработала транзакция, она просто висит. Все. К Васе придет один биткоин? Один биткоин придет. Один, конечно. А если тебе прислали 100, а нужно послать Васе 99? Ну я пошлю 99, один сделаю себе. Все разъявляется. Да. Вот. Значит, это вот с транзакциями так. То есть проанализируем. Вообще еще как получается, что у меня... есть список активных транзакций. Да, активных транзакций. Поскольку адресов я могу создать 10, 20, 30, 100. Для секретности я могу каждый раз на другую адрес посылать. Себе. Чтобы не было видно, кто я такой. Вот. Значит, с транзакциями все понятно. И вот эта цепочка, она есть у каждого. И, скажем, кто к себе не скачал, может зайти на сайт открытый и проследить все транзакции и вычислить, что вот у этого адреса столько-то денег, у биткоинов, у такого вот адреса столько биткоинов. Иногда можно соединить несколько адресов с одним человеком, но это отдельная история. Значит, что здесь... Здесь... А можно ли увидеть у кого сколько биткоинов? У адреса. У адреса можно увидеть. У адреса. Ну, кто этот человек, мы не знаем. Я понимаю, просто анонимность. Нет, ну как анонимность? Это неизвестно, кто это там, кто к этому адресу прицеплен. Очень странно, что можно увидеть, что можно увидеть, что мы этого адреса... В том-то и дело. Здесь вопрос такой, что раньше считалось, что для того, чтобы сделать секретность, нужно саму информацию засекретить, закодировать. А здесь сделали по-другому. Доступная информация. Она в интернете ходит по незащищенным каналам. Транзакции идут открытым текстом, но неизвестно, кто отослал. То есть регистрации имени в системе нет вообще. А там типа IP там? Есть системы, которые глушат IP специально, для того, чтобы можно связать с IP, да? То есть, но есть системы, которые специально глушат IP. Есть еще такие системы специально интересные, миксеры, которые, ты посылаешь, они берут несколько транзакций, перемешивают их и рассылают. И поэтому непонятно, кто кому послал. Специальная система микс, миксеры вот этого, которая скрывает, ну скажем, 10 человек, берутся 10 человек транзакций, да? Смешивают их и уже от кого? Кому? А главное, что пришло. От кого кому? Уже непонятно. Так нет, а я сижу, например, торгую, ну скажем, молоком за биткоины. Как я могу понять, от кого пришло, кому мне должен грузить молоко в своих? Ну, наверное, эти случаи совершенно отдельно. Когда покупаешь молоко, то, наверное, ты, наверное, да, там же... Нет, в этом действительно есть, что когда ты делаешь банковские операции, когда ты с биткоинами, когда ты делаешь покупки, ты открываешься. Если имеется возможность, то есть возможность не открываться. Но, в принципе, открываешься. Значит, что еще самое важное для секретности? Вот каждая транзакция, сделанная с предыдущей, знаете, что такое хэш? Нет, когда человек на сети, то знает, с какого адреса к нему пришли деньги? Если же фронт, то да, знают, конечно, да, знают. Вот, что такое хэш? Сумма. Это не просто сумма, значит, это нам понадобится еще в другой момент. Если мы имеем некий файл, текст, картинку, или просто набор данных каких-то, любого размера, войну и мир берем, да, вот все. Есть определенная функция, которая так пересчитывает все эти данные и выдает некую строку, 256 бит, 512 бит, 32 бита, какую-то строку, которая уникальна для войны и мир. То есть, я могу убедиться, что, взяв войну и мир, пересчитав эту функцию, я получу вот эту строку. Однозначно. Так вот, этот хэш, вот, хэш, просчитанный по этой транзакции, включается в эту транзакцию как элемент. Хэш, просчитанный по этой транзакции, включается в следующую транзакцию как элемент. То есть, если я захочу поменять данные в какой-то транзакции, она лежит. Допустим, я скачал базу и там что-то подправил. Так значит, вся эта цепочка у меня рушится моментально и на следующем этапе, когда будет приниматься транзакция, она просчитывается, ведь нет, ошибка все, не принимается. Для того, чтобы взломать всю систему, нужно взять самую первую транзакцию и пересчитать все до конца. Ну, я хочу вот здесь изменить, я должен пересчитать все с любовью, где я хочу изменить, мне нужно пересчитать все транзакции. А поскольку расчет хэша очень сложен, то это нереально, физически нереально. Даже нереально в том смысле, что базы лежат у всех, одинаковый. Да, все базы. Все эти истории, что где-то какая-то биржа биткоинов обрушивается. Обрушивается не сама система биткоинов, а система их хранения, которую доверили свои кошельки, открыли на какой-то бирже. И они там какое-то время вращаются. То есть, это надстройка. Один раз разрушилась, вернее, два раза были коллизии и в самих биткоинах. То есть, где-то когда в 11-м году, кажется, нашли дырку и вывели 11 миллионов или сколько там биткоинов, быстро остановили, ликвидировали все транзакции и заткнули дырку, исправили. И один раз была коллизия, когда меняли версию, там 0.7 на 0.8 версию, и тоже они не стыковались. И долго было, две линейки шли параллельно, потому что одна линейка по одной версии, а другая линейка по другой версии. Но линейки блоков не транзакций, но блоков я про блоки еще расскажу. Вот. Значит, это вот одна степень защиты. Но есть еще следующая степень защиты. и способ получения биткоинов, и способ зарабатывания денег в сети. Можно я вот скажу по поводу молока. То есть, по большому счету, ты, как отправитель биткоинов, у тебя есть хэш-сумма. Ты можешь послать эту хэш-сумму человеку, которому ты покупаешь молоко, он сравнит. Он поймет, да, да. Вы понятны, просто по обычной пункте. А называть ты себя можешь не называть, молоко по этому адресу, вот у меня хэш-сумма такая, я вам переслал. Пришли туда молоко, но они умерли, значит, вот у нас один, третий, четвертый, транзакция идут, они выпускаются, я написал адрес, сумму какую и послал в сеть. Вот. И транзакции накапливают, идут туда. Есть специальные узлы. Сначала это каждый узел мог сделать, но потом мощности не хватило. Есть специальные узлы, майнеры. То есть есть узел некий, просто компьютер, человек сидит и он собирает эти все транзакции и должен их собрать в определенный блок. То есть транзакции хранятся, вот как я сказал, цепочка транзакций, она не хранится не в виде транзакций, а в виде блоков. Вот. То есть сколько туда поместится, столько и поместится. И вот этот блок делает майнер, он его формирует, формирует, и после того, как он его сформировал, он выдает его базу данных. То есть по сути база данных состоит из блоков транзакций. Вот. Зачем это делается? Во-первых, значит, в каждый из блоков входит транзакция, которая платит этому майнеру. Эти 50 биткоинов, 25, там, сейчас скоро будет 13,5. То есть за то, что он делает этот блок. Но основная цель блока считается хэш сумма этого блока целиком, да, плюс хэш предыдущего блока, предыдущий блок. Опять же, та же самая система, да, и он считается, считается выполненным этот блок, выполненный блок, только тогда, когда на выходе хэш получится меньше определенного числа. То есть система задает, что число должно быть вот такое, вот там, и сколько-то еще значений, там, вот. Каждый раз при расчете хэша получаете разное число. И вот вероятность выпадания вот такого числа очень мала, очень мала. И человек должен крутить, крутить, да, и каждый раз для того, чтобы получить разное, он добавляет сюда некие случайные числа. То есть есть там ячейка, в которую добавляют случайные числа. Вот он просчитал, получилось больше этого числа. Добавляет случайное число, просчитал, получилось больше. Вот так он считает долго-долго, считает, пока не получится вот это число. Для чего это сделано? Для защиты от взлома. Потому что получается так, что у нас работает тысячи, сотни тысяч майнеров, их совокупная мощность настолько велика, она превышает мощность работы всех суперкомпьютеров на планете. И если кто-то умышленно захочет, единолично захочет, то он должен обладать мощности больше, чем половина мощности сети. То есть вот для того, чтобы рассчитать. То есть он может в принципе где-то угадать один раз, но это практически невероятно. Вот. и получается так, что сначала считали блоки, то есть считали на обычных компьютерах, на ЦПУ, оказалось быстро мощности не хватило, потом набирали на видеокартах огромное количество, потом специальные платы, сейчас специальные процессоры, сейчас стоят специальные фабрики, целые, без людей, фабрики специальных процессоров, которые майнят. То есть они получают транзакции, формируют их в блок и начинают просчитывать вот это контрольное число. И это делает тысяча людей на планете. Кто первый? Кто первый получит, он сразу высылает его в систему. Все ее проверяют, все проверка прошла, присоединили к цепочке блоков, все поступают к следующему, к следующему транзакции. Кто кого опередит. А зачем опередит? Кто заработает деньги. Кто первый сформирует блок, тот заработает деньги. Число это один раз у всех одну что ли? Да, число устанавливается раз в две недели. И оно такое, рассчитано так, чтобы раз забыл во сколько это раз в 10 минут кажется блок формировался. Какие там ставки? ставки ставки Ну, если у тебя фабрика зарабатывает до миллионов в месяц. Миллион чего? Биткоин. Долларов. Долларов, да. Первые люди, которые начинали майнить еще на своих компьютерах, когда еще стоимости не было, никакой цены не было у биткоина, они заработали очень много. Есть известная история, что некий мужик занимался на своем ноутбуке биткоинами, намайнил 7,5 тысячи биткоинов, вот, а потом плюнул дальше с другим выбросил ноутбук. Да, и в 13-м году, когда он увидел, что биткоин стоит тысячу долларов, и у него 7,5 миллионов долларов на этом ноутбуке, он пошел на свалки, долго-долго-долго рылся, но не нашел. Вот. Нет, я ничего не понял. Ты сказал, что кто первый? А как происходит? Майнеров сотни тысяч, любой человек. Купи себе оборудование. Зарабатывают то все или нет? Кто первый сделает. Ну, я сегодня первый, завтра он первый. Это случайный выбор. То есть, это насколько случайный? Насколько случайный? Ну, если люди покупают оборудование за десятки тысяч долларов и сидят этим зарабатывать, значит, вот они оплачивают. Ну, если там приличные деньги, они должны вырваться вперед, в принципе, самые мощные? Дело в том, что все равно случайный. Ну, если, допустим, у меня слабее компьютер, чем у человека, фабрикой заведуют. Он зарабатывает миллион в месяц, а я тысячу в месяц. Ну, скажем так, я, вступив в гонку за формирование блока, проиграю в тысячу раз. Ну, в тысячу первый раз, я окажу в первый раз, чисто случайно. В России маленько такое, является уголовное поступление. Вот. То есть, в любом случае, я... это число постоянно понижается, понижается, чтобы поддержать приблизительно одинаковый скорость выработки блока. Если блоков пошло больше, число, значит, понизилось. Если меньше блоков стало формироваться, то есть, количество выпускаемых блоков не зависит от мощности сети. Вот. Еще я забыл сказать, что есть еще один в блоке элемент, процент за сделку. Он выражается биткоин. Биткоин, да. Это не доллар, это работает биткоин. Биткоин, да. Так вот, нет, 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 это процент, что вообще перевод денег бесплатный. То есть, ты не платишь за перевод. Но, в принципе, в принципе, заложено, заложено, что ты можешь вознаграждение указать, сколько это процентов. в долю процентов. Что получается? Когда майнер берет транзакцию, он смотрит, там, где есть ему что-то, проценты какие-то. То есть, он просто, вот, когда формируется, чем больше процентов. Да, чем, когда формируется транзакция, ты, вот, на выход я указал, сколько мне вывести сдачу, если там что-то осталось, это идет майнеру. И он берет сразу те блоки, у которых есть вознаграждение. Вот. Но в любом случае, даже бесплатные проходят, но дольше, может до дня идти. Вот. В чем минус большой биткоина, конечно, то, что не мгновенные переводы. А как минимум минут 10, пока сформируют блок, а еще не факт, что твоя транзакция пойдет в первый блок, то есть там может, и в зависимости от нагрузки. Как их организована служба обмена биткоинов на баксы? Кто-то стал принимать. Ну, есть биржи, ты можешь пойти на биржу, перевести биткоины и получить баксы. То есть, показать, вы хочешь сумму показать, они тебе на это и переводить? Нет, у них есть свой кошелек. Ты переводишь и перевел, а они тебе, да. У них свой кошелек. Показать им, что перевести надо именно сюда. Нет, ну там написано, то есть ты переводишь на конкретный адрес. То есть, переводишь, у биржи есть свой адрес, ты переводишь на адрес, опять доверяй им. Переводишь им биткоин, они тебя переводят на твой счет в банке, который ты указал на карту, что ты в Израиле слышал, я не знаю, правда или не правда. собирались даже налоги принимать в биткоинах. Удалось что-нибудь сделать? Значит, статус экономический. Значит, в Америке то так, то сяк, то запрещают, то нет, но признали, что ухождение как платежного средства, то есть да, признали как-то. В Китае запретили на уровне государства, но частные могут, как угодно. В Китае сейчас очень сильно развито. Значит, какое-то мелкое государство чуть ли не как государственную валюту хочет ввести. Вот, я забыл, кто. В России у нас запрещено, ну на грани запрещения. Запрещено? Нет, ну на грани, вот они вот должны принять закон, то есть они считают это как суррогат валюты. Да, пособничество терроризма. Да. Значит, про терроризм. Значит, какие проблемы возникают с биткоином? Да, был шелковый путь сайт силквей, на котором развелось торговля. Наркотики, поддельные документы, взрывчатка, в общем, все, что только можно было продать нелегально. Вот, закрыли. Закрыли, да? Закрыли, да. Но, в принципе, обычно отвечают так, ну так, закреш, тоже все продать можно. То есть, нельзя от того, что мы, когда изобрели автомобиль, он стал давить людей, давайте мы запретим. Вот. Кэш скорую уничтожит. Ну, да. В Евросоюзе, 500 евро. Вот. Значит, следующий вариант. Говорят, что это пирамида. Да, вместо кэш останется. Вот, что биткоин это пирамида. Но, ведет она себя по курсу валюты, так что скачет, не как пирамида, и заключает, что все-таки нет. Хотя, хотя, наш, небезызвестный Мамроди, быстренько сделал международную МММ. И принимал биткоины. И вообще, рост биткоина до тысячи долларов, некоторые связывают именно с вступлением Мавроди на этот рынок. Хотя, он потом отказался приеме биткоинов в своей пирамиде. Он работал в Юго-Восточной Азии, в Китае, сейчас активно работает. Вот. Не так успешно, как в России, но работает успешно. Вот. и отказ от биткоинов не повлек сильного падения курса. То есть, как-то не связано с этим. Так. Так, про устройства, значит, я рассказал, про блоки рассказал, алгоритмы, значит, про что? Как возник оборот? Какой оборот? Оборот я сказал, сейчас скажу, сколько. в общем случае будет 20... Нет, сейчас. Так. Где эти у меня миллионы были описаны? миллионы формалов? Нет, нет, я говорю, миллионы... Да не могу найти. Нет, ну, будет 21 миллион, в общей сложности, когда полная вся система. а сейчас... Чего 20 миллионов? Сейчас, 14 миллионов биткоинов. Сколько? 14 миллионов. Или... Да как это? Начало как случилось? Как это? Миллион, а ровно? Денис, сколько? Не знаю, не знаю, не знаю. Я не могу посмотреть. Кто-то же первый на этом себе кошелке просто нарисовал сумму? Сам Сатоши создал эту систему, завел первый кошелек и стал майнить. Он сейчас миллиардер. У него где-то по нынешнему курсу и, как известно, сколько у него биткоинов, там где-то на 700 миллионов партию у него долларов. Кто он такой? Неизвестно. Ну, недавно жил, ловили. Ну, ловили. Там была история. Сначала поймали какого-то японца. Он сказал, что нет, нет. Потом кто-то признался, что это я. Недавно тот же признался. По расследованию. Он сказал, что много народу ловят. Выяснилось, что сейчас считается, что неизвестно. Кто? Ну, просто интересно. Ну, человек, который создал социальную систему. Была система со спецназом всех. Вот. Ворвались в дом, а там 8 лет порастыл, чувак. Такой был бы не спецназ. Вот. Запрещено. Значит, поймется некоторое количество подобных. А, значит, я не назвал еще слово блокчейн. Вот эта система, когда блок из блока делается, называется блокчейн. И может использоваться не только для валюты. Сейчас широко начинает использоваться для организации вне государственных воучетов. Скажем, это нотариат, это кадастры различные, авторские права. То есть, если ты вот здесь блок записал некое авторское право, что-то на сего свое, поместил туда свое произведение, транзакцию поместил свое произведение, вот, и посчитался хэш, то это однозначно ясно, что в такой момент времени это все привязано еще к прямой оси. И изменить это нельзя. Вот. И сейчас создаются кадастры земельные пытаются сделать, юридически различные, но пока все на уровне опытов, пока государство не подключилось. Интересное применение в новом даже способе программирования. Эфириум есть такая сеть, которая в прошлом году была открыта, на основе блокчейна. В них помимо обмена валюты, там у них внутренние эфиры, у них умные контракты, смарт-контракты. То есть, в сам контракт записаны некие условия которые должны быть выполнены обязательно, независимо от людей. Ну, скажем, человек страхует себя и указывает в смарт-контракте, что если он не выходит какое-то время на связь, то автоматом идет перевод денег на другой кошелек, чтобы тот человек мог воспользоваться и спасти его. Такие контракты, которые или автоматом оплата за электричество какое-то. У нас сейчас компания в России ребята делают умные контракты и на эфириуме заказ, систему заказов дронов. Ну, это чисто опытно, это пока не промышленное, что ты можешь в компьютере заказать дрон, у тебя прилетит, фотографирует все, улетит, пришлет тебе фотографии, какие нужно. И все это сделано на основе умных контрактов эфириума. То есть, эта система основана на блокчейн. Вот. Ну, наверное, вот, есть сеть рипла, которая основана на другом принципе немножко, на доверии. У каждого узла есть свое доверие какое-то. Ты пересылаешь деньги, и чем больше ты общаешься, у тебя какой-то коэффициент доверия, и доверительные узлы без расчета, вот, то долгого расчета, дает мгновенное подтверждение транзакции. Есть в развитии этой системы все эти хранения файлов распределенные, тоже вот так зашифрованные. Ты выпускаешь файл куда-то, он хранится неизвестно где, если весь интернет рухнет, ну, не интернет рухнет, все серверы рухнут, даже не знаешь, где этот файл лежит, ну, технологии P2P. То есть, человек перестанут платить, зачем они будут это дорисклить? Тогда будут получать проценты за сделки. То есть, рассчитано так, что к тому моменту, когда майнеры перестанут получать деньги за изготовление блоков, они будут получать проценты за сделки. Комиссию вознаграждать. Они будут вознаграждение комиссию получать. за формирование блока комиссию. Сейчас они комиссию получают маленькую, но большую сумму, да, эта сумма постепенно уменьшается и планируется, ну, как бы, если идеально все будет, эта система станет мировой, да, то в конечном итоге майнеры будут получать комиссию. И что сейчас происходит? Они электричество тратят, кстати. Да, вот это они, то есть они тратят огромное количество электричества, майнеры сейчас тратят электричество сопоставимое где-то более около 150 тысяч домохозяйств американских. Вот столько они тратят в эквиваленте. И поэтому майнить на видеокартах и на процессорах стало невыгодно, просто даже электричество расходуется. Вот. Сейчас создан консорциум R3. Вот для того, чтобы окучить все это, это мировое консорциум ведущих банков. Кто его создал, толком неизвестно. Руководитель, человек, которого впервые увидели, вот услышали его фамилию только как руководителя консорциума. Настоящих банков? Настоящих, настоящих банков. Греф ездил туда, чтобы на поклон, чтобы взяли переговоры ведутся, но банки еще не взяли. Голман Сакс был, да, ведущие банки, они создали консорциум, чтобы создать единую систему на основе блокчейна. Ну, биткоин не будет, может быть, но по крайней мере вот. И такое впечатление, поскольку человек, кто возглавил, неизвестен, поиска в интернете не дает, однако полфотографии какой-то где-то есть, что скорее всего это под гиды спецслужб. Вот. То есть, это сейчас пик айтишного бума, да, моды. Это не доллары будут, а пункт электронные. Вот. Выпустили металлические биткоины, вот, пластмассовые, металлические биткоины, золотые, в качестве сувениров некоторой степени, а в большей степени на них указан адрес. Ты можешь взять адрес, забить в компьютер и посмотреть, да, вот тебе 10 биткоинов ты купил, да, у тебя лежит 10 биткоинов, но там не стерта голограмма, твой секретный ключ. Вот. И ты можешь им расплатиться, ты можешь обменять по курсу ее, пока ты не вскроешь. Как только вскроешь, это все уже твое, никто у тебя не возьмет, да, то есть, вот. Вот. То есть, но в Америке запретили их хождение, поскольку их перевозили штата в штат, а это как бы операция денежная. Вот. Вроде финны сейчас хотят сделать тоже свои монеты биткоины выпустить. заживление, я прослушал про этот блок. Блок, значит... Что ты называешь сделкой? Почему там сделка? Не сделка, просчет это, но это не сделка. Просто в блок, я так понимаю, это больше транзакций входит. Входит энное количество транзакций, запечатывается и соединяется к предыдущим блокам. Вально, и когда он просчитывается, эти транзакции выполняются. Это не сделка, да, это не сделка. Есть проблема дублирования веток блоков. Есть проблема, то есть, скажем, когда вот блоки вот так вот, и кто-то вдруг начинает соседнюю ветку делать, поскольку все равно есть и красоколосование по времени. Но там есть целая система, которая быстро выявляет эти ветки и переводит, ликвидирует эти блоки, эти транзакции ставят в эту ветку и в следующие блоки их подключают. То есть, по сути, ветка должна быть одна. Блок за блоком выстраивается. И сейчас где-то около 75, кажется, гигабайт или на прошлый год вот цепочка. Так почему надо 75 сетей качать? Да, да. То есть, если ты садишься заводить себе кошелек и серьезно работать, ты себе 75 гигабайт качаешь на компьютер. Но можешь воспользоваться тонким клиентом. Зайти на сайт, отключить кошелек, ты будешь все то же самое делать, но у тебя будет одна проблема. Если сайт гигнется, то ты останешься ни с чем. А так, ты как бы хранишь у себя кошелек сам по себе это один файл, в котором хранятся ключи. Получается, куча кошельков сейчас для 50 ключи? Да, да, в том-то и дело, что если код потерялся, секретный ключ потерялся, то все. К этому подобрать нереально. И болтаются пустые кошельки. Кошельки ничейные, кто потерял код. Обжаловать сделку нельзя, вернуть нельзя. Возможно, только если мультиподписи есть. То есть, если транзакция, несколько подписей есть, кроме твоей, сейчас такие мультиподписи есть, не один вход, а несколько, тогда они могут служить гарантией какой-то, и может, как-то обжаловать, какая-то система есть. Но это используется в каких-то коммерческих делах. Обычно, если одна подпись и один, там сколько-то выходов кто-то поставил, все, ошибся, твоя вина. Я могу просто флешку иметь? Да, ты можешь. Флешку с 75 грамматами, Ну, если да, Есть аппаратные, есть кошельки, есть аппаратные, есть веб-кошельки. А есть аппаратные, да? Есть аппаратные, просто даже, которые, ну, вскрыть, проникнуть, там защита на аппаратном уровне. Ты просто подключаешь компьютер, работаешь, выключил, все, твои коды. А интерфейс там понятно? Интерфейсов полно, поскольку открытый код, программ пишут разные, много, есть веб-приложения, где ты можешь работать, есть на компьютер можешь установить в виде графического интерфейса, есть программы, запускаемые в виде скрытых приложений на компьютере. А сделать надо так, купить, пойти, какой-нибудь валюта у тебя есть, да, из кошелька? То есть, влеже не купишь? Ну, ты можешь, ты кошелек сам открываешь, и те, кто должен перевести, либо можешь купить. Ну, купить, купить можешь. Или на майнить? На майнить нужна аппаратура. Надо уже входить. Да, на майнить нужна аппаратура. Так, что-то я еще пропустил, хотел интересно рассказать. Что было, ты спрашивал, последнее там? По поводу кошельков. А, кошельки. Если потерял ключ. Ну, да, да, то есть. А мне еще странно, что сумма будет какая-то одна, потом она предельная. Предельная сумма будет, и все. не хватает потом. Ну, а потом... Есть, помимо биткоинов, есть еще много таких же. Есть других. Во-первых, некоторые считают, что через 2-3 года рухнет это все. Потому, что получается так, что ничем не обеспечено. Кроме электричества, которое потрачено, было на... И люди пользуются только потому, что это удобно, средства оплаты. Ну, да. Но, если, скажем, эта проблема будет банками решена, как-то более удобно, да, то рухнет, наверное, биткоин. А может, на основе биткоин, они думают, это красотство. Ну, он может упасть, конечно, он же падает. Разве, как бы, для такого нужно обеспечения. Главное, что мы нельзя было подделать. Да, да, не надо. А подделать, а подделание невозможно. Наши, поэтому этим мы не довольны. всем по-воему. Потому что всякие бумажки там, да, как ни крути, какой ни сделать, все можно подделать. Да, конечно. Это супер. Самое главное, не зависит от эмиссии, какого-то центра. Да, не зависит. Есть системы с блокчейном, которая жестко заведена сначала сразу какого-то миллиона. И они там друг другом обмениваются. Есть эмиссии, да. Есть, в которых уничтожается. То есть, да, скажем так, что для защиты используется для защиты от DDoS-атак, используется, что любое обращение платное. Маленькие копейки. Но сколько-то вот этой валюты ты должен, если ты что-то отправляешь кому-то, просто даже сообщение, ты что-то платишь чуть-чуть. И для тебя это незаметно, но если кто-то захочет сделать DDoS-атаку и миллион, у него просто не хватит денег столько, в смысле, столько этой валюты не хватит, чтобы обеспечить. А DDoS-атак если это и есть, тогда можно облачение. Да, 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 ты к одной странице ты посылаешь 10 тысяч, 100 тысяч миллион ботов. С загадкой, почему так мало сайт, почему падает? А, он рассчитан на количество трафика очень маленьких. Ты же знаешь процессор-то, нагрузку процессора на предыдущем хостинге, да. Да, кстати, интересно, вот Эфериум, этот проект, у него потрясающее было развитие. Наш выходец из России, парнишка, 18 лет ему тогда было, когда он придумал вот новую систему, и выпустил Эфериума на, как бы, ну, как акции, да, эфиры вот эти, да, и купили, мгновенно, было описание проекта, купили на 18 миллионов долларов. И они до сих пор на это живут и делают систему. То есть народ поддержал. Ну, естественно, платили биткоинами, да, но по тем временам, когда их платили, то есть 31 тысячу с половиной биткоинов ему выделили, вот все скинулись, да, это было тогда на 18 миллионов долларов. Вот. Если он держал в биткоине, то у него сейчас 180. Ну, да. Вот. Он купил себе ламборгию. Да. Ну, вот, наверное, тогда... было, конечно, прикольно, если бы вместо доллара была какая-то такая криптовалюта. У нас запрещена. Тогда, получается, никто бы не мог имитировать себя. Да, да, да. Поэтому... Никакая анастронома не владела бы. Так вот так и растет. Ну, пока у тебя компьютер, но можно же компьютер запретить и вести свою валюту. Не, ну, видишь, как бы не спирает. Трафик можно контролировать. Нет, есть. И если что, где-то трафик. До чего этого можно?